Эта большая торговая палатка – санкционированное место в микрорайоне «Дружба» Мотовелихинского района для реализации сельхозпродукции с приусадебных участков. Однако пермики не спешат торговать здесь. Большинство из них выстраивается вдоль пешеходной зоны по улице Крупской, мотивируя свои действия тем, что здесь большой поток людей, а значит, вероятность продать товар высока. Сегодня очень хорошо, мне нравится сегодня. Причин того, что продавцы не идут торговать на законных основаниях, несколько. Одна – бесплатно в палатку пускают только людей с пермской пропиской. Там не пускают нас, там только с пропиской местных. С пенсионеров берут такие деньги за то, что там занять место, выстоять. А у меня проблемы с этим делом. Вторая причина – неудачное расположение торгового павильона. Палатку с трудом можно найти на площади. Раньше были эти, помните, вот такие скамеечки были и навес был. Люди шли, все видели и сразу покупали. А их отменили, я говорю, загородили тут нас со всех сторон. Тут, наверное, не знают, что мы здесь торгуем. Между тем, торговля в несанкционированных местах может грозить административным наказанием в виде штрафа в тысячу рублей и конфискации измерительного оборудования, а иногда и товара. Заработать тысячу здесь – большая роскошь. Большинство торгующих – пожилые пенсионеры. Торговать вышли не от хорошей жизни. Выгоды тут никакой почти нет. Выгоды нет. Подспорье большое. Тем более, в летнее время, что поспеют на огороде, значит, надо его реализовать. И, наверное, мне кажется, и людям здесь более нравится, чем где-то в супермаркетах, там, где, который лежит месяцами. Тенция маленькая, потому что восемь с половиной. Завтра, допустим, поеду на родительский день к внучке. На дорогу все у меня уже доработало. Оставьте в покое пожилых продавцов. Наоборот, создайте все условия для законной торговли, говорят местные покупатели. Лично им такая продажа никак не мешает. Да как где же им торговать-то старушкам-то? Негде. Туда вот, если павильон, где у нас стоит, там денежки ведь просят везде. А здесь-то они бесплатно, они продадут, если 10 рублей, ну, 300 на 400, докладно живете им, хоть приварок, пенсии. Пускай стоят. Умрете без нас? Это их время, это все пускай стоят. Очень удобно. Пожалуйста, оставьте этот рынок для нас. На сегодняшний день в Перми предусмотрено более 150 мест для законной реализации продукции с приусадебных участков. О том, где они организованы, можно узнать в районных администрациях. Возможно, какой-то вариант торговли в санкционированном месте будет удобнее и безопаснее, чем торговля в незаконном месте.